Дорогая Церковь, братья и сестры, я также присоединяюсь к этому празднованию, хочу поздравить вас с этим днём. Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, это событие, которое, наверное, вот тогда оно максимально говорило, и вот, наверное, вот такой резонанс оно произвело в окружении евреев в Иерусалиме, рядом с Иерусалимом. И все говорили, все видели это, и на самом деле это было, как один проповедник из Иерусалима, Михаил Цин, он выразился, событие вселенского масштаба, вселенского масштаба. Но вы представляете, вот совсем недавно, мы с вами еще в пятницу, мы с вами вспоминали праздник Благовещения, и те слова, которые, или с которыми ангел, обращаясь к Марии, он говорил, «Се лежит сей, нападение и восстание многих, и предмет пререкания». И вы представьте себе на мгновение, вот видя то окружение, или то, что происходило рядом вот с этими событиями, где находился Иисус Христос, что происходило именно в его сердце. Я думаю, наверняка он понимал, что именно вот то, что происходит, это все внешнее, и он видел именно состояние народа, ведь мы позже видим, когда Иисус Христос, он прослезился, видя состояние именно Израиля, и он понимал, что в этот момент на самом деле он один, он один. Написано, что вот он топтал, его не принимали, и его не понимали. Написано, он топтал, точило один, так говорит Священное Писание, даже до самой Голгофы, даже близкие люди, они не понимали, что пытаются донести именно до них Иисус Христос. И ему это тяжелее всего было именно, вот, наверное, как-то пронести через свою жизнь. Ведь он понимал, что вот когда было только-только начало служения Иисуса Христа, он очень много времени проводил именно в служении. Он много времени посвящал именно для людей, для того, чтобы разделить вместе с ними боль, переживания, для того, чтобы помочь им. Люди окружали его, они несли с собой какие-то болезни, переживания. Он исцеляет неизлечимые болезни. Он воскрешает мертвых, и люди идут за ним. Но наступает время, когда он на самом деле, он остается один. И мы помним те именно слова, которые говорил именно Иисус Христос. Он, обращаясь даже к ученикам, он говорит, не хотите ли и вы оставить меня? Он понимал, что именно та аудитория, которая остается рядом с ним, это только мытари и грешники. Это только они принимали именно Иисуса Христа. И вы знаете, вот мы задаем вопрос, а как чувствовал он себя рядом именно с мытарями и грешниками? Вы знаете, мы говорим, он был рад именно послужить им. И вот сейчас мы говорим именно о событии торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. И мы понимаем, что на самом деле оно производило именно впечатление именно на тех людей, которые находились рядом. Они, наверное, каждый по-разному воспринимал именно вот эти события. И они о многом говорили именно для евреев, потому что они были в ожидании пришествия именно Мессии. Для того, чтобы они были в ожидании того, что на самом деле вот этот царь, который сейчас въезжает, он будет на самом деле царствовать. Ну, Рим, он, наверное, вот так встревожено, он был в напряжении. Ведь история говорит о том, что именно Рим, он не воспринимал, когда евреи, они собирались вместе. Они не разрешали даже им собираться более чем 10 человек, потому что они понимали, что может в любой момент возникнуть какое-то напряжение и конфликт, и к чему это может привести. Они тоже все это видели своими глазами. А здесь толпы народа, именно окружающие Иисуса Христа. И мы понимаем, что именно вот мы сейчас читаем этот текст, мы, наверное, не совсем можем проникнуться именно состоянием или атмосферой того, что происходило тогда, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим. Это было... Вот мы слышали уже этот текст Евангелия от Матфея, 21 глава. Евангелисты оставляют нам вот это повествование, и мы читаем, мы извлекаем вот эти уроки и для себя. И я хочу, чтобы мы прочитали, опять же, с 21 главы Евангелия от Матфея, вот с 1 стиха, напоминание именно о нам. Ведь не так часто мы читаем именно вот эти тексты, ну только, наверное, когда мы вспоминаем события торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. А так в течение года мы в большинстве с вами не касаемся этих текстов. И я думаю, что не лишним будет прочитать еще раз именно этот текст. Евангелия от Матфея, 21 глава, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ее ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу. И тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Ионовой, сей царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под Яремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. «Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветвь из дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Асанна, Вышню». «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей?» Народ же говорил, «Сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Вот этот текст. И опять же, братья и сестры, хотелось бы немножко коснуться вот таких, наверное, моментов, которые, как нам сейчас кажутся, историческими. Хочется сослаться именно на проповедь вот этого служителя из Иерусалима, Михаила Цына. Он говорит именно вот в тот момент, вот касаясь именно истории израильского народа, ну, о чем это говорило, что это было за событие именно для евреев, для Иерусалима, когда Иисус Христос въезжает в Иерусалим. Он говорит, «Ведь не зря, наверное, на самом деле Иисус Христос приходит именно в Вифагию, ведь это селение или место это было, оно было на границе с Иерусалимом. И именно вот с этого места в Вифагии был самый короткий путь именно ко святому святых в храме. И вот это место, оно открывало сам вид на храм. Это был величественный храм. На самом деле Ирод Великий, он стремился или старался, чтобы как-то впечатлить именно евреев, иудеев. Он хотел показать себя или поставить не то, что равным Богу, а выше Бога. Он говорил иудеям, «Ну что этот храм, который построил когда-то или отстроил Зарававель? Это ничто! Я вам сделаю еще больше, еще величественнее, еще сильнее и могущественнее храм». И он хотел доказать, что он соревновался, у него было состязание с Богом, что он еще лучше сделает, чем у вас это было. И ему на самом деле, у него это получилось, именно этот храм в Иерусалиме, он на самом деле был величественный. Потому что, когда люди подъезжали к Иерусалиму, они видели его на расстоянии 10 километров. Вот это строение они видели на расстоянии 10 километров. А когда приходил праздник Кущи, когда они зажигали осветительные мачты, которые были высотой более 10 метров, они освещали, и они видели вот это здание, огромный храм, Иерусалимский храм, эти колонны, могущественные колонны, это все впечатляло именно людей. И вот Иисус Христос вместе с учениками, Он приходит именно вот в это селение, в Вифагию, рядом с Иерусалимом. Это было граничащее, это была граница. Вот здесь начинался именно и сам Иерусалим. Вы знаете, Он говорит о том, что вот неспроста Иисус Христос выбирает именно вот это место. Почему? А потому что именно вот в этом селении, в Вифагии, вот здесь именно, именно пекли хлебы предложения для Иерусалимского храма. Помните, Иисус Христос говорил, оно символически обозначает, Он говорил, Я есть хлеб жизни. Он берет, вот этот прообраз, Он берет именно вот здесь, с этого места, Он начинает именно свой вход, или путь именно в Иерусалим. Я есть хлеб жизни. Вы знаете, это было место именно сосредоточения язычников также. Он говорит, неспроста. Это опять же символически говорит о том, что именно вот Иисус Христос, Он не только для евреев, но и для язычников. Вот так Он именно освещает или показывает именно свое служение. Он и для язычников. Вот, наверное, от начала, вот эти все пророчества, они сошлись в единую точку. Ведь евреи, они знали, они четко понимали, как должно именно, вот как должен Мессия именно въехать или войти в Иерусалим. И Он говорит, вот именно до того, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, эту попытку делал не один человек. Вот эти лжемессии, они уже были. Незадолго до этого один египтянин, он опять же предпринимал попытку, именно зная повесование Ветхого Завета, что нужно на осле въезжать в Иерусалим. Он сел на осла и хотел въехать именно в Иерусалим. И он это сделал. Но вы знаете, около 30 тысяч, это уже Иосиф Флавий говорит, около 30 тысяч именно евреев, они собрались и сопровождали этого человека. Очень быстро именно Рим он навел порядок. Все люди разбежались. Очень много погибло именно людей в тот момент. А вот этот сам египтянин, он убежал. Его не нашли. После этого или еще чуть-чуть раньше, еще один египтянин, он погиб. И вот рядом с собой он собрал около 10 тысяч человек. И он опять же сел на осла для того, чтобы въехать в Иерусалим. И вот представляете, вот в этот момент вот Иисус Христос, он садится на осла. Ведь он понимает, что теперь рядом с ним историки говорят, Иосиф Флавий говорит, что около 50 тысяч человек находилось в тот момент рядом с Иисусом Христом. Это были люди предшествующие и сопровождавшие. А теперь вы представьте себе, какой масштаб имело именно вот это событие, когда Иисус Христос именно въезжает в Иерусалим. Впечатляющее. Иисус Христос именно совершает это служение. Он берет, он садится на ослицу. Рядом с ним молодой осел. И он совершает именно этот путь. Евреи постилают свои одежды. Они делали это, как для царя. Когда-то они встречали так Иеуя. Они постилали, они снимали свои одежды, они постилали. Они его приветствовали. Это был желанный царь. Они его встречали. То же самое они делают и здесь. Они режут пальмовые ветви для того, чтобы утвердить его как мессию. Они делают это. И они постилают, и они готовы сейчас именно его ввести в Иерусалим для того, чтобы провозгласить царем. Их напрягало именно событие, то, что Рим, он царствует, им уже надоело быть под властью Рима. они ожидали именно вот этого освобождения. Ну и не более того, они вот в этот момент они провозглашали, они кричали «Ассанна, сыну Давидову, благословен грядущий, во имя Господне Иисус Христос, въезжает в Иерусалим». Как я уже говорил, совсем вот, наверное, другое ощущение или совсем другие моменты происходили в сердце именно Иисуса Христа. Он первым делом идет именно в храм. Почему еще вот такой один очень немаловажный момент, почему именно Иисус Христос с Вифаги опять же отправляется или въезжает именно в Иерусалим? А потому что именно храм находился от того места, где был Иисус Христос на расстоянии субботнего пути и Он мог спокойно этот путь пройти именно до храма. Если бы это было немножко дальше, Он бы не смог это сделать именно по закону, потому что это была бы уже работа, но Он это сделал, Он въезжает в Иерусалим, Он входит именно в Иерусалимский храм. А вы представьте сейчас на мгновение, вот войдя в Иерусалимский храм, зная состояние народа, вот что происходит в сердце именно Иисуса Христа? Он видит этих людей, которые вот как мы читаем опять же в Евангелии от Матфея в 21 главе, давайте зачитаем это текст с 12 стиха. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей и говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Иисус Христос всегда он вот эту священническую систему он пытался как-то поставить на место, он говорил вот на чем она зиждется, на чем она основана. Это не более чем текст, это не более чем слова, которые доносятся именно из уст книжников, из уст священников, пересвященников, фарисеев и не более того, все, что связано со служением Господу, это форма. И он приходит и он показывает вот внутри, в храме, вот что происходит в храме, там, где призвано быть служению именно Господу. Он говорит, там столы продающих, он выгоняет продающих и покупающих, он опрокидывает столы миновщиков и скамьи продающих голубей, он разрушает тот бизнес, который был именно тогда в том месте. Люди предполагали, что, наверное, это никогда не закончится, они утверждали именно вот в этом, утверждали себя, может быть, с каждым годом, они больше и больше зарабатывали именно на вот том, что они продавали вот этих священных животных, и они имели от этого именно доход. Иисус Христос, он берет и он все это разрушает, он освобождает место, и он говорит, дом мой, домом молитвы наречется, все, что он увидел, это абсолютно никакого служения именно для Господа. Единственное, в чем, вот, наверное, сердце его возрадовалось, а первосвященники и книжники, вот они вот вознегодовали, они возраптали, они говорят, они увидели детей, воскресающих в храме и говорящих «Ассанна, сыну Давидову», они вознегодовали. Вы представляете, единственное, чистое, искреннее служение, оно возносилось из уст детей, это они воспевали «Ассанна, благословен грядущий», самые чистые сердца, это детские сердца. Я сегодня заметил, насколько опустел наш молитвенный дом, когда воскресная школа ушла именно на занятия, братья и сестры. Нас не осталось, я не знаю, ну, третья часть ушла из молитвенного дома, точно, братья и сестры. Ну, наверное, это, опять же, вот печаль, которая, она наполняет именно наши сердца. Ну, с одной стороны, мы понимаем, что Иисус Христос, видя лицемерие, конечно, он не радовался тому, что много людей, они собрались для того, чтобы провожать его, для того, чтобы провозгласить его царем. Он видел лицемерие людей и в чем истинное было их состояние. Конечно, он внутри не радовался, но наше сердце, оно, конечно же, мы не можем видеть внутри, что происходит. Может быть, кто-то чисто по форме, по обряду, иногда приходит дом молитвы. Конечно, хотелось бы, чтобы это было истинное служение, чтобы внутри сердца нашего не было вот этих моментов, когда мы торгуемся с Господом, когда мы что-то продаем, когда мы что-то покупаем, а может быть, где-то Христос рядышком, может быть, что-то меняем в нашей жизни, делаем какой-то обмен с Господом взамен на служение. Конечно же, хотелось бы, чтобы этих моментов в нашей жизни не было, чтобы Иисус Христос, Он радовался, видя наше сердце И то, что Он на самом деле не так, как когда-то у евреев, а Он царствует в нашем сердце, Он занимает первое, самое главенствующее место в нашей жизни, Он царь, и Он царь именно в нашей жизни, чтобы мы понимали, что это есть настоящая драгоценная жемчужина, которую когда-то человек нашел. Помните притчу, которую рассказал когда-то Иисус Христос? Он рассказал притчу об одном человеке. Евангелист Матфей почему-то оставляет именно эту притчу, это повествование. Больше никто из евангелистов, он не повествует об этом. И Он говорит, Царство Небесное, подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Я думаю, вот этот Матфей, Левий, он неспроста оставил именно вот это повествование или эту притчу, оставленную Иисусом Христом. Ведь этот момент он когда-то пережил в своей жизни. Вы представьте себе Матфея, Левия, который был еще до того, когда Иисус Христос призвал именно его на служение быть его учеником, быть его последователем. Он был, наверное, самый устроенный человек именно в этом мире. Он имел все в своей жизни. Он был сборщик налогов. У него не было ни малейшего, вот, наверное, для рассуждения, у него было совсем мало времени для того, чтобы вот еще торговаться, для того, чтобы еще что-то менять в жизни, для того, чтобы еще что-то продать, обменять. У него не было этого времени. Он говорит, Иисус Христос призвал его, и что он сделал? Он пошел. И он потом оставляет эту притчу, и он говорит, это драгоценная жемчужина. Это драгоценная жемчужина. Оно подобно Царству Небесному купцу, ищущему хороших жемчужин, которые, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все. Ничего не может сравниться вот с той драгоценностью, когда Иисус Христос царствует именно в моей жизни. Вы представляете, в то время найти драгоценную жемчужину, ведь жемчужина, она где-то может быть сокрыта была в недрах морей. И вы представляете, это современные технологии, они позволяют, может быть, немножко, и даже намного быстрее найти вот эти драгоценности где-то в море. А вы представляете, в то время найти вот эту драгоценную жемчужину, это очень дорогого стоило. И люди, они жертвовали собой, и они иногда подвергали свою жизнь риску для того, чтобы ее найти, для того, чтобы ее придать. Это было смысл их жизни. Если он найдет одну, и он ее продаст, ему больше ничего в жизни не надо. Вот этот прообраз оставляет именно Иисус Христос. Он говорит, если мы в своей жизни найдем Иисуса Христа, это самая драгоценная жемчужина. Ничто в этом мире, оно не сравнится с тем, что есть у меня, с тем, что дает Иисус Христос. Если я принимаю его, если он восседает именно на троне моего сердца, и он царствует, если я провозглашаю свои жизни, а сам на сыну Давидову благословен грядущий, если я провозглашаю, что в моей жизни вот самое главное и центральное место занимает именно служение Господу, это благословение, братья и сестры. Пусть Господь поможет нам, ведь мы понимаем, что однажды придет то время, как когда-то пришло оно в историю израильского народа, когда он пришел и вот так прообразил. Он подошел именно к смоковнице для того, чтобы найти плода на ней. Он подошел, а там ничего не нашел. И он говорит, мы читаем этот текст в 21 главе, в этой же главе, и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же придет тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Представляете, братья и сестры, если вот венцом, украшением нашей жизни будет именно наличие или богатство плодов, которые я приобрел в служении Господу, а что если венцом или украшением жизни нашей будет разочарование? Когда Иисус Христос придет, Он поднимет вот эти листья, поднимет вот эти вот, может быть, напомнит нам те слова, которые мы говорили, те слова, которые когда-то говорили именно книжники и фарисеи, Иисус Христос говорил, они хорошо говорят, вы их слушайте, вы только по делам не поступайте. Он поднимет, а там ничего нет. Пусть Господь убережет нас от этого. Пусть Господь на самом деле, Он будет царем и господином именно в нашей жизни. Пусть Он управляет нашей жизнью, а мы доверимся Ему. Ведь мы понимаем, что в нашей жизни ничего нет такого основного и важного. Вот такого, чтобы я мог променять именно на жизнь с Господом, на служение именно Ему, в ожидании Его пришествия. Евреи ожидали Мессию. Это было первое пришествие Иисуса Христа. А мы сейчас находимся в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. И каждому из нас необходимо дать будет отчет Господу. Вы представляете, как дать отчет пред Господом, царем царей и Господом господствующим? У самого сильного задрожат колени. Пусть этого состояния, оно не будет близко к нам. Чтобы мы встречали Его, как царя царей и Господа господствующий, как господина и хозяина нашей жизни. Чтобы мы действительно до конца, не осталось людей, которые прошли с Иисусом Христом до конца. Это событие начиналось торжественным въездом, а закончилось именно предательством. Даже ученики, они разбежались. Ученики разбежались. Иисус Христос, как и написано, как я вначале говорил, остался один. Но чтобы мы с вами, начав путь именно с Господом, чтобы мы сохранили вот эту верность пред Ним до конца. И это принесет для нас благословение. А если кто еще не познал Иисуса Христа, как личного спасителя, есть это драгоценное и благоприятное время. Мы не знаем, сколько оно еще продлится. Но чтобы мы понимали, что мы не можем в нашей жизни поступить беспечно. Вот так вот, услышав именно Евангелие, благую весть об Иисусе Христе, о Его жизни, о Его смерти, о прощении грехов, чтобы я пренебрег прощением, которое дает мне именно Господь. Потому что, ну, наверное, ничего не будет тяжелее потом, в вечности, увидеть, что я вот так и не принял. Вот все мои слова, вся моя насмешка в адрес Бога, она обернется для меня именно поражением. Поэтому пусть Господь поможет. Примите Иисуса Христа в свое сердце. И это принесет для вас благословение. Помолимся Господу. Аминь. Аминь.